Привет! Вы на канале PopTravel и это видео про незабываемый солнечный турецкий курорт Марморис. Поехали! Ближайший аэропорт расположен в городе Даламан в 100 километрах от Мармориса. Время в пути около двух часов на такси или туристическом автобусе. Марморис один из самых популярных пляжных курортов Турции. Ежегодно сюда приезжают более полумиллиона туристов. Погода тут мягкая, без резких сезонных контрастов. Ну а море спокойное, спрятанное от непогоды в берегах бухты. А еще здесь более высокий уровень сервиса по сравнению с хорошим, но уже слегка заезженным анталийским побережьем. Набережная одна из главных достопримечательностей любого курортного города. И Марморису есть чем гордиться. Длина местного променада четыре километра. Набережная обустроена. Здесь зелено, красиво, много кафе, ресторанов. И если бы мама дяди Федора из Простоквашино выгуливала свои платья, она бы делала это именно здесь. В отличие от многих турецких курортов, облюбованных нашими соотечественниками, взять хотя бы ту же Анталию, где русский каждый, если не второй, то третий, это точно. В Марморисе русскую речь услышишь нечасто. В основном здесь отдыхают европейцы, преимущественно англичане. Мы тут хотели помахать там в камеру. И вся инфраструктура чувствуется, что заточена под них. Все эти English breakfast, напитки, барчики, показывают футбольные матчи, регби, все вот это. Съездить в Турцию и не побывать в аквапарке, если для вас это не клише, а обязательный пункт в чек-листе турецкого отпуска, добро пожаловать в аквапарк Мармориса. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Почти весь пляж Мармориса, частно, принадлежит каким-то отелям. И есть лишь небольшие кусочки, где могут отдыхать туристы, которые сняли, например, квартиру. Продолжение следует... Наверное, правильнее будет сказать, что шотинг как таковой в Марморисе отсутствует. Знаменитых брендов типа Zara или H&M здесь нет. Поэтому лучшим магазином для того, чтобы купить одежду, будет, скорее всего, вот этот турецкий бренд. Продолжение следует... Марморис часто называют яхтенной столицей Турции. И курорт оправдывает это название. Здесь находится очень удобная бухта с множеством мест для парковки яхт. И самая крупная из них, Нецельмарина, находится рядом с историческим центром Мармориса. Ну а пока мы гуляем по прекрасной Марине. Надеемся, она вам тоже нравится. У вас есть отличная возможность поставить лайк этому видео, подписаться на канал PopTravel и обязательно поставить колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео. Марморис – это город для отдыха по большей части пляжного. Древних достопримечательностей и памятников архитектуры здесь не так много. Ведь в 1957 году город был разрушен землетрясением и позже фактически отстроен заново. Точная дата основания Мармориса неизвестна. Но во втором тысячелетии до нашей эры здесь находилось древнее поселение Фискас. Ну, впечатления от Марморисского Гран Базара смешаны. С одной стороны, он достаточно большой, занимает большую площадь, здесь можно долго гулять и действительно много всего. Много разных товаров, еда, одежда. А с другой стороны, ну вот понятно же, что та же одежда – это все реплика. Да, это какие-то подделки. И хочется ли это носить, и нужно ли оно вообще – непонятно. А насчет еды все достаточно однотипно. Какой-то турецкий чай, сладости. Ну, в общем, такое. Точная дата основания в городском центре. Да. В городском центре после Блюпорта. В городском центре после Блюпорта. 200 директора, я сказал, 154 директора. Почему нет токсиметра? Токсиметра была 6 месяцев назад. После 6 месяцев мы получили большую цену с ценой патрульной. А, окей. Марморис – достаточно компактный курорт. Все главные достопримечательности расположены в шаговой доступности друг от друга. И обойти их все вполне можно за один день. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Старый город Марморис достаточно компактный. Обойти его можно за каких-то 15-20 минут. Но такое ощущение, что именно здесь собран весь колорит. Вся настоящая внутренняя красота города. Все эти узкие улочки, мощеные мостовые. Это так напоминает скорее Европу, чем Турцию. Удивительно. КОНЕЦ Мой гранд-саль. Мой гранд-саль. Это Насрадин Ходжа. А, Ходжа Насрадин? Да. Ходжа Насрадин, да. КОНЕЦ Одно билет в замок стоит 130 лир на человека. Историки до сих пор спорят. Относительно точной даты основания Мармориса. Однако, что известно точно, это то, что Марморисский замок был основан в 1522 году. По указу султана Сулеймана Великолепного. Сейчас здесь открыта экспозиция, которая рассказывает о разных исторических периодах жизни города. Греческом, римском, византийском и османском. Есть две версии возникновения названия Марморис. По одной, султан приехал посмотреть, как продвигается строительство крепости. Остался недоволен и приказал повесить архитектора, выкрикнув «Мимар-Асс». От этих слов и произошло современное название города. По другой версии, название Марморис происходит от сокращенного «Ле Марморис», что означает «Морская жемчужина». «Морская жемчужина» К сожалению, название отеля не можем указать из-за нового закона о рекламе. Если вам нужно название, пишите в комментариях. С удовольствием ответим. Мы всегда были приверженцами, такими апологетами активного туризма. Самостоятельно забронировать апартаменты, отель, взять машину, объехать всю округу, залезть в самые укромные, потаенные уголки. Но в этот раз в Турции мы решили немножечко отклониться от своего курса и взяли тур в формате all-inclusive, который, в принципе, достаточно типичен и очень распространен в Турции. И что хочется относительно этого сказать. Во-первых, это вышло дешевле на 30-50% чем самостоятельная бронь. Во-вторых, у нас всего неделя и хотелось максимально отдохнуть, провести много времени на пляже, поймать дзен, небольшой загар. А что вам больше нравится? Какой отдых вы предпочитаете? Активный или вот такой тюленей all-inclusive? Обязательно напишите в комментариях. А теперь рубрика «Полезные советы». Если вы все-таки собрались отдохнуть в Турции, то вот вам несколько базовых слов и выражений, которые помогут объясниться с местными. Для начала здравствуйте. Мэраба. Если вы хотите с кем-то поздороваться утром, говорите «Дюнайден» – это «Доброе утро». Если вы хотите что-то посчитать, то вот вам устный счет от 1 до 5. Замечательно. Если вы хотите кого-то поблагодарить, то «Спасибо» будет «Тэщекюридерим». И, конечно, если вы что-то просите, нужно сказать «Пожалуйста» – это «Лютфен». А теперь применим эти советы на практике. Мэраба. Мэраба. Бирсуй, Лютфен. Бирсуй. Мэраба. Мэрэ dabа. Мэраба. Мэраба. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Турецкий all-inclusive Как много в этом слове для сердца русского слилось А отзывается обычно именно тут В ресторанно-барной зоне Куда мы отправимся для того, чтобы посмотреть Чем хочешь быть дорогих гостей в турке Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Барная улица в Марморесе Это настоящий эпицентр ночной жизни Все эти злачные местечки Бары, кафе, рестораны, дискотеки Все это вы найдете именно здесь Но найдете в сезон Потому что сейчас, в конце октября Практически все заведения на барной улице закрыты А в сезон все выглядит примерно вот так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда же стоит приезжать отдыхать в Марморес? Официально считается, что пляжный сезон здесь начинается в мае И длится вплоть до конца октября При этом море достигает комфортных температур летом Где-то начиная с июня А летом здесь достаточно жарко Температура бывает иногда 50 градусов Так что нужно быть таким специально подготовленным туристом Чтобы это пережить Мы считаем на канале Поп Тревел Что оптимальное время для того, чтобы отдыхать в Марморесе Это как раз бархатный сезон Сентябрь, октябрь Море еще теплое Туристов уже не так много И температура вполне себе комфортная Для того, чтобы здорово отдохнуть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вы приехали в Марморесе С какой-нибудь вальяжной Москвы И привыкли к тому, что вас все будут пропускать на дорогах Это не так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если с одежным шоппингом в Марморесе не очень, прям так, Скажем, то с продуктовым все более чем хорошо Каждый раз приезжая сюда Мы берем с собой вот такие вот орешки Фисташки и кешью По цене они плюс-минус как в Москве Но по вкусу, ой, ребята Это вот что-то с чем-то Это другой уровень Прям советую Редактор субтитров А.Семкин Амфитеатр Одна из немногих сохранившихся Античных достопримечательностей Мармореса Построен между пятым и четвертым веками До нашей эры Вы только вдумайтесь, какой он древний Хотя выглядит достаточно свежо А все потому, что здесь недавно провели Реконструкцию И использует его, кстати, по прямому назначению Здесь проводят концерты На этом наше путешествие по Марморесу заканчивается Вы смотрели канал PopTravel Обязательно подписывайтесь Впереди нас ждет много интересного КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин